Тут отворилась дверь и вошли Эпонина и Азельма. Это были две действительно хорошенькие девочки, больше похожие на горожанок, чем на крестьянок. Одна с блестящими каштановыми волосами, другая с длинными черными косами. Обе живые, чистенькие, полненькие, свеженькие и здоровые, так что на них приятно было посмотреть. Они были одеты тепло, но с таким искусством, что толщина материи нисколько не уменьшала кокетливого вида наряда. Их зимние туалеты сохраняли весенний вид. Эти две девочки все освещали вокруг себя и над всем царили. В их костюме, в их веселости, в шуме, который они производили, чувствовалась уверенность в себе. Когда они вошли, тетка Тенардье сказала им ворчливым, но полным обожание голосом. «А-а-а! Наконец, выявились!» Потом, притянув их к себе, каждую по очереди, пригладив им волосы и перевязав ленты, она оттолкнула их от себя с той грубоватой нежностью, которая так свойственна матерям, и воскликнула «Вот, растрепались!» Девочки уселись у огня. У них была кукла, которую они с веселым щебетанием вертели на все лады у себя на коленях. Время от времени Казетта поднимала глаза от своего вязания и печально глядела на их игры. Ипонина и Азельма не смотрели на Казетту. Она была для них чем-то вроде собачонки. Этим трем девочкам еще не было всем вместе и двадцати четырех лет, а они уже представляли собой в миниатюре все человеческое общество. С одной стороны, зависть, с другой – презрение. Кукла у сестер Тенартье была сильно полинявшая, старая и разбитая, но она не теряла от этого своей привлекательности в глазах Казетты, которой за всю свою жизнь не имела куклы. Настоящие куклы. Вдруг тетка Тенартье, продолжавшая ходить взад и вперед по комнате, заметила, что Казетта развлекается и вместо того, чтобы работать, смотрит на играющих девочек. — А-а-а, попалась! — закричала она. — Так-то ты вяжешь, чулки! Постой! Я плеткой заставлю тебя работать! Незнакомый путник, не вставая со стола, повернулся к Тенартье. — Сударыня! — сказал он, улыбаясь почти робко. — Позвольте ей поиграть! Будь это путешественник, который съел бы за ужином кусок жареной баранины, выпил бутылки две вина и не имел бы вида ужасного бедняка, его желание равнялось бы приказанию. Но чтобы человек в такой шляпе позволил себе иметь желание, чтобы человек, у которого был подобный сюртук, позволил себе выражать свою волю, этого тетка Тенартье не могла стерпеть. Она сердито сказала, — Девчонка должна работать, потому что она ест хлеб. Я кормлю ее не для того, чтобы она ничего не делала. — Что же она у вас делает? — продолжал незнакомец кротким голосом, который так странно противоречил его нищенской одежде и могучим плечам. — Челки вяжут, если вам угодно знать, — соблаговолила ответить хозяйка. — Челки для моих девочек, которые ходят чуть ли не босиком. Незнакомец посмотрел на красные ноги бедной казеты и продолжал. — Когда же она окончит эту пару чулок? — Этой лентяйке хватит работы, по крайней мере, еще на три или четыре дня. — А сколько будет стоить такая пара чулок, когда она будет готова? Тенартье презрительно посмотрела на него. — Не меньше, чем тридцать су. — Не продадите ли вы ее мне за пять франков? — спросил незнакомец. — Вот так черт! — с грубым смехом закричал один из извозчиков, слышавший этот разговор. — Пять франков? Еще бы не продать! Целых пять кругляков! Тут счел нужно вмешаться сам Тенартье. — Да, сударь, если таково ваше желание, мы уступим вам эту пару чулок за пять франков. Мы не умеем ни в чем отказывать путешественникам. — Деньги надо заплатить сейчас же, — объявила хозяйка Тенартье со своей решительной манерой. — Я покупаю эту пару чулок, — отвечал незнакомец, вынимая из кармана пятифранковую монету и кладя ее на стол, — и плачу за нее. Потом он обернулся к козетте. — Теперь твоя работа принадлежит мне. Можешь играть, дитя мое. Извозчик так растрогался видом пятифранковой монеты, что оставил свой стакан с вином и подбежал к столу незнакомца. — В самом деле! — воскликнул он, рассматривая монету. — Настоящее заднее колесо и не фальшивое! Тенартье молча подошел и положил монету в карман своего жилета. Тетке Тенартье нечего было возразить. Она начала кусать губы, ненависть выразилась у нее на лице. Казета вся дрожала. Наконец она осмелилась спросить. — Сударыня, это правда? — Я могу играть? — Играй! — страшным голосом ответила Тенартье. — Благодарю вас, сударыня! — сказала казета. И в то время, как ее уста благодарили тетку Тенартье, вся ее маленькая душа благодарила путешественника. Муж Тенартье снова уселся пить. Жена сказала ему на ухо. — Кто бы мог быть этот желтый человек? — Я видывал миллионеров, носивших такие сюртуки, — ответил он с важностью. Казета оставила вязание, но не сошла со своего места. Она всегда старалась двигаться как можно меньше. Она достала из ящика позади себя какие-то старые тряпки и свою маленькую свинцовую сабельку. Эпонина и Азельма не обращали никакого внимания на то, что происходило вокруг них. Они только что решились на очень смелый поступок — завладели котенком. Девочки бросили куклу на пол, и Эпонина, которая была старше, стала пеленать его, несмотря на мяуканье, в целый ворох красных и синих тряпок. — Видишь ли, сестрица, эта кукла гораздо забавнее той, — говорила она сестре. Она двигается, кричит, она теплая. Давай играть с нею. Это будет моя маленькая дочка. Я буду взрослая дама. Я приду к тебе в гости, ты будешь смотреть на нее, ты заметишь у нее усы и удивишься. Потом ты увидишь ее уши и хвост и удивишься еще больше. Ты мне скажешь, ах, боже мой, а я тебе скажу, да, сударыня, это у меня такая дочка, теперь все маленькие девочки такие. Азельма с восторгом слушала Эпонину. Тем временем пившие вино принялись петь какую-то грубую песню, причем хохотали так, что дрожал потолок. Тенорде подпевал им. Подобно тому, как птицы строят гнезда, из чего попало, дети делают себе куклу из чего угодно. В то время, как Эпонина и Азельма пеленали котенка, газета со своей стороны пеленала свою саблю. Спеленав, она положила ее себе на руки и начала тихо напевать, укачивая. Тетка Тенорде подошла к желтому человеку. Мой муж прав, думала она. Это, быть может, сам господин Лафит. Иные богачи бывают такими чудаками. Сударь, начала она, облокотившись на стол. При слове «сударь» незнакомец обернулся. До сих пор Тенорде называла его только милейшим или любезным. «Видите ли, сударь», — продолжала она с какой-то слащавой кротостью, которая была еще отвратительнее ее свирепого вида. «Я и сама хотела бы, чтобы ребенок играл. Я ничего не имею против этого. Но это хорошо один раз. Ведь у нее ничего нет, и ей надо работать». «Так, значит, эта девочка не ваша?» спросил незнакомец. «О, нет, конечно, сударь, не моя. Это бедная девочка, которую мы приютили из милости. Мы делаем для нее что можем, но ведь мы сами люди небогатые. Мы напрасно пишем на ее родину. Вот уже шесть месяцев, как нам не отвечают, должно быть, ее мать умерла». «Вот как», — произнес человек, и снова задумался. «Немногого она стоила», — прибавила тетка Теннердье, «если бросила свое дитя». В продолжении всего этого разговора казета, словно угадав, что речь идет о ней, не сводила глаз тетки Теннердье. Она несмело прислушивалась, несколько слов долетело до нее. Между тем посетители, почти совершенно пьяные, повторяли припев своей песни с удвоенным весельем. Теннердье принялась хохотать вместе с ними. Казета, сидя под столом, смотрела на огонь, отражавшийся в ее неподвижном взгляде. Она снова начала убаюкивать свою саблю, тихонько напевая «Моя мать умерла, моя мать умерла, моя мать умерла». После долгих настояний хозяйки желтый человек или миллионер согласился, наконец, поужинать. «Что прикажете подать, сударь?» «Хлеба и сыру», — сказал незнакомец. «Решительно это нищий», — подумала тетка Теннердье. Пьяницы все продолжали свою песню, а ребенок под столом пел свою. Вдруг казета перестала петь. Случайно повернувшись, она увидела куклу маленьких Теннердье, которую те променяли на кошку и бросили на пол в нескольких шагах от кухонного стола. Тогда она уронила свою спеленутую саблю и медленно обвела глазами комнату. Хозяйка шепотом разговаривала с мужем и считала деньги. Ипонина и Азельма играли с кошкой, путешественники ели, пили или пели, никто не смотрел на нее. Нельзя было терять ни минуты. Девочка выползла из-под стола на четвереньках, еще раз убедилась в том, что никто за нею не следит, быстро подползла к кукле и схватила ее. Минуту спустя она была снова на своем месте и сидела неподвижно, повернувшись таким образом, чтобы заслонить от света куклу, которую держала в руках. Счастье поиграть куклой выпадало на ее долю так редко, что она испытывала при этом какое-то особенное наслаждение. Никто ничего не заметил, кроме путешественника, который медленно ел свой скудный ужин. Ее радость продолжалась не больше четверти часа. Как ни была осторожна газета, она все же не заметила, что одна нога куклы выставилась вперед и что огонь ярко ее освещает. Эта розовая нога, резко выступавшая из тени, неожиданно бросилась в глаза Азельме, и та сказала Эпонине, «Посмотри, сестрица!» Девочки были поражены. Казета посмела взять их куклу. Эпонина, не выпуская кошки, встала, подошла к матери и принялась дергать ее за юбку. «Оставь меня!» сказала мать. «Что такое?» «Мама!» сказала девочка. «Ты погляди!» И она указала пальцем на газету. Казета, вся отдавшись радости обладания куклой, ничего больше не видала и не слыхала. Лицо Теннердье приняло то особенное выражение, за которое женщин, подобных ей называют, мегерами. На этот раз к злости прибавилось еще и оскорбленное самолюбие. Казета переступила все границы. Казета посигнула на куклу-барышень. Она закричала охрипшим от негодования голосом. «Казета!» Казета задрожала так, будто земля затряслась под ней. Она обернулась. «Казета!» Повторила Теннердье. Казета взяла куклу и тихо положила ее на пол с каким-то благоговением, смешанным с отчаянием. Затем, не сводя глаз с куклы, она всплеснула руками. И, чтобы было ужасно видеть в ребенке ее лет, она начала ломать их и заплакала, заплакала на взрыд. Хотя никакие другие волнения этого дня, ни путешествия по лесу, ни тяжесть ведра, ни потери денег, ни вид плетки, ни даже печальные слова, которые она уловила из разговора хозяйки, не могли вызвать у нее слез. Тут путешественник встал. «Что случилось?» — спросил он Теннердье. «Разве вы не видите?» — ответила она, указывая пальцем на куклу, лежавшую у ног казеты. «Ну и что же? В чем дело?» — продолжал он. «Это негодница!» — отвечала Теннердье. «Позволила себе дотронуться до куклы моих детей. Сколько шума из-за таких пустяков!» — сказал незнакомец. «Что же тут такого, если она поиграла этой куклой?» «Она дотрагивалась до нее своими грязными руками!» «Своими отвратительными руками!» — продолжала Теннердье. При этих словах казета зарыдала еще сильнее. «Замолчишь ли ты?» — закричала Теннердье. Незнакомец направился к выходной двери, отворил ее и вышел. Как только он ушел, тетка Теннердье воспользовалась его отсутствием для того, чтобы наградить под столом казету пинком ноги, от которого девочка громко вскрикнула. Дверь отворилась снова. Незнакомец вернулся. Он нес в руках сказочную куклу, о которой мы говорили, и на которую все ребятишки деревни любовались с самого утра. Поставив ее на полу перед казетой, незнакомец сказал, «Бери, это тебе». Очевидно, в продолжение часа, который он просидел здесь, погруженный в свои мысли, он смутно разглядел из окон трактира лавку детских игрушек, так ярко освещенную свечами. Казетта подняла глаза. Она смотрела на человека, приближавшегося к ней с куклой, так точно к ней приближалось солнце. Она услышала невероятные слова. «Это тебе». Она взглянула на старика, взглянула на куклу, медленно отодвинулась и спряталась в самый дальний угол комнаты под столом у стены. Она не плакала и не кричала, казалось, она не смела даже дышать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok